добрый день добрый день у меня тут проблемы с подключением были не сразу микрофон что-то за зацепился несколько раз подключался значит есть ли тут анастасия вячеславовна нет хорошо до 19 да вот правильно грант был у нее я я же посылал название на сейчас я даже проверяю что он правильный и сейчас я смотрю у себя переходе на следующий год там на двадцатку не меня нет нет номер остается девятнадцатом 600 чего-то там 900 чего-то я помню 9 и 6 есть там и 5 в какой-то публикации в нее аффиляцию делать только или я бы добавил еще и плешку 2 аффилиации потом сделал но для плешки как понимаю этот тезис без без безразличиям только скопус подавай но на всякий случай почему бы не сделать чтобы продемонстрировать нужно знать что туда вписывать но она должна узнать была вон она сидит тут уголки и должна была знать какая у нее аффилиация но пока у меня не ответили по поводу аффилиации как ответят я пришлю можно просто написать название плешки и все там же у нас не подробная аффилиация просто плехановский там как он называется полностью и все руден и плешка все это попадет вполне достаточно когда насти перешли пожалуйста как это называется чтобы она тебе адресную очередную строчку там добавила в адресах хорошо значит настя значит по юень по юень на нас вставили в заключение кафедры антиплагиат сколько вставили подписали расшифровку антиплагиата далее по поводу дипломов значит она прислал за нее прислали мне весь список этих дипломов которые она посылала это какая-то кракозябра я послал лукичеву марина сказала что лукичев должен дать бумагу что эти бумажки действительные и лукичев мне прислал ответ что вот он дает такую бумажку а попал по правильному оформит в дело когда карантин кончится собственно это марина вполне устроит просканирую сегодня все эти документы если все нормально мы отправим марине хорошо нагиб положил посмотрю хорошо посмотри все хорошо значит арсений да да добрый вечер арсений вы на работе тоже не очень активно все делаете арсений это у вас такой модус и венди в общем я вас слушаю все очень хорошо сделано конечно давайте мы так мы все-таки sdo отложим до следующей публикации потому что тут мы наткнулись на следующую ситуацию когда мы это решаем одномерной задачи там все хорошо там потому что один венеровский процесс все хорошо стичники жертвы у нас получилась очень неприятная вещь у нас не диагональная матрица венеровская не диагональная матрица и эти уравнения они вообще классифицируются не как стахастические как случайные дифференциальные уравнения это еще дополнительный изврат и я до конца не въехал как там решать их с не диагональной матрицей давайте мы это немного отложим именно на описание работы а на цир у вас следующая задача вам нужно взять библиотеку по квантовой оптике то что вы сделали описание это конечно хорошо ночь похоже на описание из документации значит у вас будут следующие части этой статьи значит в начале начале будет описание того что необходимость решение задачи сокера планка например дальше мы описываем библиотеку на джулии для фокера планка дальше мы ставим задачу давайте мы возьмем одномерную задачу которая фирхюльста на на ней проще демонстрировать все эти штучки и следующее это описание как эта задача решается на джули достаточно подробно с пояснениями каждого шага и перехода и с пояснениями алгоритмов которые используются соответственно со вставкой кода все это должно заполнить в нашем значит у них там должно быть 10 страниц по две с половиной тысячи символов как понимаю да то есть это 25000 символов она в нашем темплейте это в новом где-то порядка 7 наверное или 8 страниц давайте мы к следующему разу получить от вас дмитрий среди что-то со связи как-то ну искажается звук и не очень хорошо понимаю так так слышно нет да да сейчас получше да не знаю что тут у меня тут такое сионисты враги и так на следующий раз план статьи полный с подробный и пожалуйста давайте мы начнем описание фирхюльста и код для решения фирхюльста после того как мы посмотрим это во вторник я пройдусь по коду для уточнения его а вы будете писать подробности по этому программному программной библиотеки просто нужно быстрее все это доделать и такими темпами которыми мы работаем мы это никогда не сделаем хорошо так хорошо ну ты сергеевич а вот у меня уточнение значит фирхюльста это что имеется ввиду просто дефор решить или имеется ввиду расписать фокера планка ланджевена значит так у арсения следующая ситуация ему нужно решать уравнение фокера планка ланджевена мы пока относим сторону мы ими потом займемся значит ему сейчас надо фокера планка решить понятно да для этого ему а краткие описание в постановке задачи вывода этого уравнения по нашим методам а потом решение этого уравнения вот значит к следующему разу я хочу вывод этого уравнения то есть описание задачи и код для решения этого уравнения фирхюльста выберем потому что он одномерный с ним меньше всего возьми проще всего так сказать хищника жертва потом возьмем уже мы начинали это же делать к с кем-то мы это ни с кем не делали мы это начинали делать с арсением и вот он год осенью да и вот он уже год это делает и никак сделать не может они поднимают записи которые делались на бумаге в во время семинара предлагают это в более-менее приличном виде и пожалуйста напиши в чате как библиотека называется который ты хочешь quantum optics все не знает чудесно это ну да я и вправду знаю значит дальше анна-мария ничего пока прокурить до конца не смог как все это работает и пиши давай что вот вот на этом этапе у нас до конца до курить это мы не смогли мы не понимаем мы это и напишем в статье что мы это до конца не понимаем а потом в следующей статье напишем а теперь мы поняли значит получается я игнорирую задержку и описываю задержку только у пакетов и чтобы не могли всунуть задержку до в в этой в модели все просто левой ногой делается ну вот таком духе что для определенного класса задачи на просто заточена а это не заточена но вот я напишу как возникли трудности и это будет как задел до задел на следующую работу да так молодые люди татьяна и антон у вас что сегодня нам продемонстрировать по моему эти как эти по-русски а вот покажите мигран нельцинович да действительно в там комплексные корни получаются они не должны быть комплексными я решал это уравнение хищник жертва вручную там получилось очень сложные выражения я до конца не довел но то что они не комплексные это факт а я прогонял все эти чудесные варианты с излечением корня и там всегда день будет комплексность вылезала как из-за погрешности а из-за погрешности до мигран нельцинович а да как-то концептуально понять как с ней бороться я пока не понял а вручную там не вылезала никакой комплексности вручную все было очень даже хорошо так давайте смотрим так значит давайте к следующему разу вы можете подробно описать работу с докером подробно для тупых потому что когда читаешь ваши описание как работать с докером такое ощущение что писалось для слишком умных которые так умеют и не стоит напрягаться особо для тупых должно быть написано чтобы каждый после этого не напрягаясь запустил докер пошаговое изложение как инструкция мануал да ну как а как вот мануал да это вот статейку мы с этим какой-нибудь давайте накорябаем потом пока вы говорите не писали ничего они писали очень плохо писали они тогда не научились писать сейчас я тоже не уверен что они до конца научились писать на основе бакалаврской какой-то работа зе они докером работали ее нужно взять и расширить и внятно изложить и написать какие именно имиджи ставить не так так абстрактно берем полезные имиджи ставим а ставить имиджи какие есть какие нужно ставить какие возможности в каждом имиджи там же имиджи немного лежит у них нормально хорошо то есть это суть такая что опять чем занимаются у нас люди занимающиеся математическим моделированием фактически это смесь а мат физики с вычислительной физикой вот данный момент а то чем у нас учат это что большинство у нас имеют товарищи они вычислительными вещами плохо занимаются а если занимаются то не в ту сторону поэтому тут нам нужно донести как все это делать значит ну потом может быть попробуем или в программирование или в этот в живым воткнуть не знаю возьмут они нет они уж привыкли что в любом случае туда и туда там нужно рассматривать все это на конкретном примере то есть софт но нужно брать пример конкретные расчеты по нему показывают ночью давайте вот мы тронемся в этот путь дальше 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 она значит в следующем раза они должны показать текст или что они должны текст нам сделать как какой-то с хоть из кусков собрать текст на который опираясь можно дальше его точить и работать дальше планируется какой пример рассматривать на этих докерах или чего там ничего не там делают да мы да мы собственно пример то и рассмотрим средам там то есть все это подадим как принципы построения мы до конца можем даже не довести а просто как бы пруфов концепт сделаем принципы построения моделей вот такого типа так такой вопрос прошлые разы делались на инессе должны были сделать посмотреть алгоритмы которые сделаны а расчеты какие-то делались уже на инессе получена какая-то статистика нет начали выполнять лабораторные на сразу же встретили какие-то проблемы ну давайте вы сейчас напишите вот эту часть а потом мы тронемся по нс нам сделать надо пруфов концепт чтобы показать грубо говоря как мы подготовили выстроили наш эксперимент из и все части этого эксперимента описание эксперимента можно в другом месте дать так что это будет вам то может быть это будет бесполезная статья а вот нам будет полезно значит дальше можно вопросик небольшой я прослушала какая у них вообще концепция работы зачем вам этот докер значит концепция работы я конечно понимаю что ты докер делаешь как левой ногой но не все это делают левой ногой концепция работы будет такая мы хотим строить определенного вида модели значит и описываем как мы планируем строить наш эксперимент и описываем все части эксперимента то есть докер нс численный расчет и пример взял из численных расчетов возьмем из нс и пример как мы будем строить сетку для суррогатной модели то есть принцип статьи построение вот этой вот цепочки вычислительной цепочки для исследования суррогатных моделей на примере суррогатной модели протокола red то есть это глобально мы подходим что не только суррогатные модели рэда но и других вообще явлений но вот мы вот для протокола red предлагаем вот такую цепочку то есть это просто как часть цепочки то есть они создают финале у них должен получиться проект которые они зальют в докер ну грубо говоря да грубо говоря да после этого нам это нужно будет оформить как нормальный кодовый проект и написать статью и будем пытаться пропихнуть скажем живым поняла спасибо значит кто значит она и слава нам не прислал леонид антонович статью васильева с амир хановым там еще что-то на доработку вы отправили да какие вы замечания с дали там это то что по твоим замечаниям да значит значит я еще предлагаю мое предложение просто на обсуждение они вы и славни и анастасии вячеслав не зафиксировать рубрики в нашем вестнике ну то есть генерить рубрики и зафиксировать их и оставить на сайте только эти фиксированные рубрики я не возражаю мне русский и английский текст даете и она будет фиксировать значит я предлагаю я сгенерию что-то и разошли всем для обсуждения хорошо дмитрий сергеевич по поводу рубрик на сайте насколько я поняла вы это имеете ввиду то есть вы хотите у старые какие-то удалить нет они не удаляются не делаются неактивными они остаются но их нельзя использовать для новых номеров все я поняла вот так вот ничего удалять нет ни в коем случае нет они просто неактивные будут вот так вот значит так там еще тебе давали статью севастянов пересылал от сахи 2 по моему я же положил с ним можно работать так я их положил все они доработали как я просил рецензии вот я написал им что нужны на обе рецензии они сейчас в связи с этим коронавирусом пытаются рецензии найти да они сделают они вот сами как-то тормозят дело в том что там биджан как руководитель а люди находятся тут и носим надо пнуть их я их еще раз ну да у нас еще гусев есть поэтому побеседую с ним по его ну а алексей а добрый вечер какие у вас научные наработки теме нирма которому с вами согласовал есть только пока что план голове по поводу выделения нас 3 среди остальных и описание работы с ним если есть какие-то задачи с удовольствием выслушаю так что можем сделать у нас значит модель какую-нибудь да значит вы в аспирантуру точно не идете надеюсь магистратуру также говорили там там уже дальше нет значит нам нужно модель под значит давайте вы поднимите поднимите протоколы беспроводные и посмотрите а можете ли можем ли мы на ns3 промоделировать типа ad hoc network и и все это можно подвести под туманные вычисления и такого типа да понятно значит у нас там есть в ns3 следующие у нас есть 802 11 это вай-фай да если там посмотрите какие там модели они имеют или 802 15 это протоколы для иота всякие ну там bluetooth и zigbee всякая другая фигня посмотрите пожалуйста 802 15 какие протоколы там есть что-то моделируется и 802 11 какие сети моделируются давайте выберем или отход нетворк какие-нибудь или интернет вещей тоже примерно отход нет нетворк но только не на вай-фай будет работать она всяких там bluetooth их и zigbee хорошо посмотрите пожалуйста и мы а под это можно и модельку всунуть и как говорится сделать вполне адекватную работу по названиям которые в принципе на нашей кафедре воспринимаются давайте вашем направлении к следующему разу пожалуйста сделайте мемуар который пошлите мне хорошо спасибо ко вторнику мемуар какой-то пошлите кратенький что там есть значит но поскольку все мы вопросы разъяснили давайте мы продолжим наши уроки станей значит таня что мы делаем под это ты посмотрела код для мниста на питоне нет посмотрела не смотрела не поняла не прислали нет нет мнист мне настя сразу прям прислала ей но я начала этом с описание работ ребят а код описание работ ты посмотрела я посмотрела на очень бегло если честно потом больше вчера разбиралась с тем что вы присылали и пришла к выводу что с библиотеками я как-то библиотеку я не особо понимаю мне проще с дата фреймом работать какую библиотеку не понимаешь точнее как как создать как библиотеку вот то есть там есть как они сейчас найду покажи пожалуйста раз словарь вот именно слова я не особо а я и таня 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 ты 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 в школе программирование хорошо да тата фрейма это просто как таблицы но тоже с ними можно работать тем более в амнистии они там собственно идут виде дата фреймов можем с ними работать давайте мы пройдемся по 2 как это по-русски страничке учебной и я ее туда же выложу и посмотри таня на числе еще раз мы по 3 идем после этого в следующую пятницу ты рот и говоришь что тело непонятно что то и после этого мы переходим собственно к мнисту и описание значит но надо тех что-то написать и хотя бы кусочек по этому поводу но по поводу мниста именно нет по поводу того какие в принципе есть какие сети значит какие сети для применяются и какие про равные продукты есть на что-нибудь вот такой вот набери вот обзорчик такой какие сети применяются для чего и на каких программных продуктах вот такой обзорчик следующему разу хоть что-то накрапай пожалуйста учет не нашла в первый раз вы выкладывали ссылку на видео урок а ну или собрание наша а вот с прошлого раза и не нашла а так это в этом сейчас секундочку я сейчас опять кинул на наше собрание находятся апаньки апаньки и листы вот я кинул в этот увидела нет да да увидела спасибо ну давайте мы сейчас запустим и вы от меня убегает этот иконки убегают от меня значит собственно вот тут вот обсуждение что мы можем сделать с данными на самом деле ну честно скажем все вот эти вот сети нейронные это красиво за это платят деньги но это не сказать чтобы супер полезная вещь а есть более полезные вещи которые являются стандартными вещами для обработки данных ну вот как правильно сказала таня дата фрейм ну это просто таблица эскольевская таблица там даже есть некие примитивы похожие на эскольевская таблицу также вот как мы видели значение missing которая эквивалентно выско или 0 в эре по моему н.э. но твоего был вот так вот значение или там пропуск но вот тоже есть набор значений это пустые значения значит первую очередь что мы делаем очень интересное направление это кластеризация кластеризация это понятно выделение некоторых объектов которые само собой группируются суть такая вот сейчас мы посмотрим как кластеризовываю кластеризуются численные данные они кластеризуются стандартными статистическими функциями нейронные сети используются для кластеризации почему если у нас данных слишком много но вот тут при кластеризации мы все равно свой интеллект включаем и думаем иногда а почему именно так вот пока под ким признаком мы кластеризуем выбираем а когда мы не можем понять каким признаком то мы доверяем нейронным сетям а вдруг они что-то подберут нужные признаки по которым можно кластеризовать вот собственно для этого нейронные сети и применяются ну вот у нас какой-то файлик с домами в санк сакраменто поскольку находится как я понимаю в североамериканских соединенных штатах там все считается в квадратных футах вот у нас видно что этот csv файл вот мы кстати можем открыть и увидеть как он в реальности выглядит ну вот то же самое да что у нас тут улица город zip это их почтовый код штат бедрумс басрумс это площадь несколько типов жилья прайс и где находится широта и долгота знаем что географию вроде немножко учили да широк ты долго то знаем да значит а ну вот мы собственно для того чтобы выцепить по каким пунктам все это нужно кластеризовать выделять огромную роль играет визуализация данных мы смотрим на визуализацию и понимаем что можно сделать недостатки нейронных сетей это то что там визуализация как таковая отсутствует да есть проекты где как бы делается псевдо визуализация вот лично я смотрю на эти визуализации которые там делаются и не понимаю вообще ничего ну наверное это специально тренированные люди которые должны понимать как работает именно эта визуализация я не понимаю так это у меня пока считает мне медленный компьютер к сожалению значит так значит мы просто хотим пошло хотим визуализовать и получить какие-то картинки на основе которых мы будем кластеризовать на счету делается для двух вещей а мы пытаемся посмотреть а как собственно какие функции используются для статистических расчетов это во первых и во вторых собственно увидеть как все это делается как кластеризуется делается видите все очень просто а группа у нас пятки на и матюшенко на этом даже вываривают дипломы ну вообще все это очень примитивно на уровне не математиков все это то есть вот это должны делать экономисты или продавцы да это инженерии да правильно но с другой стороны посмотрите новобещевич и он занимается чисто инженерными вещами и очень хорошо живет не правда ли кто это такой вы не знаете обещаете это это любимый ученик самарского даже больше скажу взять самарского любимый а самарского там вы знаете самарского я учебник читал вот тихо на самарский он с ним напрямую работал а не читала его жена в мк кафедру видео где-то самарского портрет а я даже самарского видел но вот очень много вот таких как бы научных работ они чисто инженерные так но у меня все это все-то очень медленно извиняюсь но я даже не понимаю почему так медленно вроде бы ты потому что дюллин а хочу пасть вода нет потому что медленный компьютер меганельсенович а что на питоне быстрее там хотя бы не компилируется сперва значит это мы просто построили оси вот тут ножка false это значит что нет легенды значит а теперь вытягиваем вот таким образом вытягиваются поля в дата фрейме площадь и цена я у себя на компьютере запускаю обновление питона локальные ставил локальные пакеты минут 20 ждал когда он только начнет это делать у меня компьютер куплен наверное лет ну наверное лет 15 назад вот так вот значит вот смотрите очень чудесные вот это вот кластеризация тут у нас точки не несут дополнительный смысл но обычно дополнительный смысл дается видеть цвета или виде размера точки тут просто это точки никого дополнительного смысла размер точки вот мы тут указываем вот нас тут очень радует вот такие вот дома где при нулевой площади это площадь цены просто улетают в космос почему такая цена меганельсенович почему такая цена может быть это даже видео вы видели это и знаете почему да действительно значит предположение американского автора который делал эти листочки следующие в некоторых домах площадь указана была не в квадратных футах в квадратных метрах и человек который заполнял решил что такой не бывает квадратных метров нет такой единицы измерения и поставил 0 то есть ну правильно 0 квадратных футов также не было ничего про квадратные футы ну это специально было сделано для того чтобы показать как тут еще раз у нас джулия это язык с большим большой примесью функциональщины то есть поскольку это собственно поверх делается лиспа то тут очень много функциональных вещей поэтому вот мы все это цепляем внутрь функции на мы выбрали дома но только у тех у которых площадь больше нуля и теперь получилось вот такая чудесная картинка ну логично да чем больше метров тем больше цена фактически вот можно даже прямую линию построить я просто так и представляю как студент защищается и говорит я открыл закон чем больше метраж тем больше цена дома вот можно защитить бакалаврскую и даже магистрскую работу а вот тут вот показывается что действительно вот этот дата фрейм очень похож на из курицкие таблицы потому что тут у нас select by вот функция by с курили вы знаете да алёлю все знают да татьяна рифат вы знаете что-то не припомню значит это вот как фильтрация как вы сквейли ну и вот статистику подключили для того чтобы функцию мин использовать для того чтобы посчитать средние цены то есть вот мы сделали вот тут выборку по типам вот видите наши фильтрованные дома где мы выкинули нулевой размер мы делаем выборку по типам томов и вторым столбцом делаем а среднюю цену цену этого типа вот достаточно красиво все это выглядит но это действительно нужен навык представлять как все эти выборки делать ну вот собственно теперь мы пакет кластеринг делаем мигран нельсинович что за расширение там был ну вот project амул расширение тома что означает там какие-то описание это яма нет это не ямул это тома чем там был лучше ямул и почему чили предпочитает тома ямул да 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 мысль файл формат ангелия буквы на табулять нет значит суть такая что я молл что такое ед на за марка плен вич действительно это типа джейсонов джейсону тоже знаем что такое да арсений джейсон это просто и не это или файл такой вот ну так про и низкую семантику синтаксис и и не а при этом это не просто и не который был скажем венге а так называемый многоуровневый и не видите там есть под секции да вот такие дело в том что я молкила в том что почему любят в питоне я мало поскольку я мол это фактически текст на питоне который интерпретируется питоном и для того чтобы описать все правила которым должен удалить я мол это нужно иметь просто интерпретатор питона поэтому другие языки предпочитают или очень урезанный я мол или чтобы голова не болела предпочитают сейчас использовать тому потому что ну нет смысла вставлять скажем в джюлию интерпретатор питона который у меня сейчас дистрибутив обновляется с 36 на 37 это совершенно разные языки это просто ужас какой-то вот я поражаюсь там еще 38 есть супер и вообще вот мало того что у него есть питон 2 и питон 3 это разные языки так еще и в рамках питона 3 как каждая версия она тоже разный язык то есть ну как логично скажем если у вас написано программа на фортране 4 и вы обновились до фортрана скажем 2012 до старую программу бы от компелите она честно будет работать а тут у вас программа написано питоне 36 вы обновились до 37 извольте переписать программу не будет она уже работать ну как так можно вот и вот ваш любимый питонах он издевается надо мной значит вот мы построили вот такой вот широту долготу чудесные опять вытащили из дата фрейма получили вот такой наборчик значит дальше нам удобней работать с массивами они с дата фреймами вот мы перегнали в массив при этом мы решили что мы хотим положить этот массив то есть с транспонировать и дальше вот пошло то что затрудняет работу кластеризации дальше вы должны сесть подумать и сказать а вот мы будем кластеризовать по такому-то признаку почему все на нейронные сети кинулись потому что создается такое впечатление что не человек сел задумался решил а нейронная сеть сама села задумалась и придумала по какому признаку кластеризовать и вот мы что кластеризуем по zip коду вот у нас смотрим что у нас вся 6 zip кодов и мы применяем кластеризуем по на 66 каких-то кластеров значит и теперь мы просто раскрашиваем но опять же видите очень простая программа и вот а теперь раскраска по индексу для меня собственно вот не люблю раскраски тут почти все одного и того и того же цвета но делается вывод что кластеризация действительно построена по zip индексу вот должны быть похожие цвета они похожи на гранальцевич значит есть и не похожи какие-то они очень такие не контрастно да вот это это вот не очень удачный пример этот пример вообще конечно нужно будет как-то перри переправить потому что вот цвет не люблю цвета вот как-то вот а на что можно этот пример потом подправить изображать разного размера кружок чик или форму нельзя ну как тут у нас 66 форма . да это все на все это нужно думать как-то подправить цвета это не выход не для всех значит следующий пример это применение ближайшего соседа ну тут тоже все сделано опять кластеризация по ближайшему соседу тут тоже они выделяют цветом тоже для меня это тоже очень сложно и я тоже думаю как это все на подправить чтобы опять без цветов делать а следующее пример это мы пробуем как-то уменьшить размерность всех наших данных значит это вот наши исходные данные и вот мы их как-то подгоняем под меньшую размерность чтобы в результате получить не две размерности одну ну вот так вот получили вот тоже данные я через сказать вот в этой вот в этом задании не совсем понимаю что мы делаем не прокурил до конца но раз она есть то она есть нужно прежде чем предлагать студентам потом это нужно прокурить окончательно а вот тут мы работаем с перцептроном вот то что мы доходим до того что делает таня а тут мы делаем а следующее как я рассказывал мы манипулируем изображением чтобы превратить его из красивой картинки что-то что можно скормить компьютеру а потом обратно значит flux это у нас чисто джу левская систем машинного обучения не самая плохая не не самая известная конечно но не самая плохая впрочем майкрософтцы тоже предпочитают свои системы они всякие тензерфлоу и джулию джулии можно цеплять и тензерфлоу например но вот это как бы более родной пакет и вот мы берем какой-то имидж в части вот загрузили все мистерские имиджи и вот какая цифра ну четыре должно быть а тут три а тут три как это три а тут три написано а тут похоже на тройка не особо не особо да так 4 наверно да значит и фактически это видите массив изображение а если мы его преобразуем во флот там получим вот такую чудесно значит смотрите опять это у нас вектор да флот применяется к какому руку скаляру до для того чтобы применить флот к каждому элементу вектора мы тут ставим точечку это из матлаба идет вот этот вот оператор точечный модифицирует предыдущий оператор так чтобы он работал с поэлемент на с вектором то есть это фактически как функциональное программирование мы поэлемент на обрабатываем каждый не весь вот этот массив целиком а поэлементный это особо видно хорошо когда мы перемножаем матрицы и если мы ставим точку то у нас идет поэлемент на перемножение матрицы а если точку не ставим то будет матричное перемножение матрицы а вот у нас преобразовали собственно тут получился поэлемент на мы сделали и получился массив такой же вот видите 60 тысяч элементов как много и вот это наша цифра 4 наверное это есть цифра 4 место судно по мать значит фактически дальше мы делаем более удобное представление этого массива для работы а в конце мы хотим прям какие-то преобразования с ним сделать и получить финально опять картинку и показываем что в джулии все эти вмонтированные штучки есть и вот теперь из нашего массива циферок мы вытаскиваем и пытаемся преобразовать цветную картинку так что у нас получится да вот это он компелит это он компелит зато следующий проход будет быстрее разогревает кэш как говорится а действительно компьютеру 12 лет или нет лет 15 15 ну как это я думаю в шестом году купил его это так там какой-нибудь коры 2 да тут коры 2 да именно коры коры 2 стоит до один из первых коры 2 стоит без всяких террор и рост он говорит добавьте еще и матч мэйчик потому что я это не умею делать а умеет делать и матч мэйчик и матч мэйчик очень хороший пакет с маленьким недостатком у него векторное изображение не умеет это это ладно он не для этого сделан у него большой недостаток то что у него в каждой версии меняется и 5 но они так и говорят мы вот не следим чтобы и 5 поддерживать и поэтому у них есть форк такой графикс мэйчик которые говорят мы конечно не настолько крутые как текущие и матч мэйчик но зато у нас и 5 не меняется так еще сон вот для таких вот вещей для инженерных вещей мигран нельсинович используется пакет джулия про там уже все объединено вместе сюда да там погодить в нем куча библиотек но фактически это срез вот по определенном времени естественно немного запаздывает относительно текущей джулии но там всего всего огромный пакет но действительно когда вы инженерные вещи делаете то вам нужно на чем-то зафиксироваться чтобы все работали на единой кодовой базе достаточно удобно он формально бесплатный но только формально значит а дальше собственно мы делаем нейронную сеть но пока без обучения мы нейронную сеть посмотрим через раз как она делается как обучается ну а последнее это просто собственная программка на линейную регрессию для того чтобы показать что джулия лучшим питон или питон лучше чем джулия не знаю то есть мы на питоне на джулии написали значит вот особо тань пожалуйста про попытайся прокурить вот этот фрагмент остальные так для общего развития то есть ты должна понять что это очень интересная тематика работа со статистическими данными но это пусть занимается кто-то другой мы не хотим вот такие кластерные вещи делать это не наш бизнес нас бизнес чтобы за нас это делала машина и вот пример 4 это то на что тебе нужно наибольшее внимание обратить и проработать до следующего раза значит мы тогда визуализацию встреч рассмотрим а потом мы начинаем конкретно что-нибудь делать с нашими картинками значит финальной статье я думаю опишем на питоне ты берешь из того что делал наши магистранты и то же самое на джулия и в конце концов напишем питон круче или джулия круче или оба плохо или оба хорошо но все что ты захочешь хорошо я поняла дмитрий сергеевич а почему мы именно с маниста начали потому что его делали эти ребята ребята да им именно из-за этого его ребята делали соответственно можно посмотреть как это все на питоне и соответственно вот так вот дальше значит микро нельсенович я пришлю это репозитории есть я вам конкретно какие-то репозитории пришлю чтобы вы смотрели хорошо да там один репозиторий у анна-мария 2 у арсения это их личные как бы разработки там будут их оба вам подали все все я думаю за сим мы можем завершить нет не можем свободно продавателями нужно обсудить рабочие моменты не под запись а запись отключая все остановка записи